Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Утро началось не с кофе, а с запаха газа. Кто виноват? Твой город, твой дом. Губернатор встретился с активными горожанами. Я не чтец, я на дуде игрец. Юлия Рудберг с поэтическим вечером и откровенным интервью. С раннего утра в Самаре стоит резкий запах газа, причем в разных точках города. Больше всего жало поступило от жителей Куйбышевского района. При этом в промышленном, железнодорожном и самарском районах сегодня тоже атмосфера была явно испорчена. Что произошло и есть ли опасность для горожан, выясняла Олеся Корецкая. Утро для многих самарцев началось не с кофе. Они почувствовали в воздухе запах серого водорода. Больше всего жалоб поступило из Куйбышевского района. Резкий запах бытового газа в атмосфере отметили также жители промышленного, октябрьского, советского и ленинского районов. Да, чувствую что-то не то, но вообще-то так, значит, дышать можно. Ну вот как будто газом пахло. Да, да, чуть-чуть вроде, чуть-чуть, потому что чуть-чуть чувствуется несвежее. Тем более, что снег идет, сейчас вообще должно быть озон один. И этого пока не наблюдается. Дело в том, что я вот недавно вышла, но мне все равно вот есть такое какое-то ощущение, что что-то есть, вот какой-то запах. В Приволжском центре мониторинга загрязнений окружающей среды воздух проверяют каждый день. Берут пробы вечером, ночью и утром. По результатам анализа выявлено только один случай превышения нормативов ПДК по серого водороду в Куйбышевском районе сегодня в 7 утра. Концентрация составила около двух ПДК. Все остальные ингредиенты, присутствующие в атмосферном воздухе, содержались в пределах нормы. В общем-то, это повышенное состояние относительно общераспространенного уровня загрязнения, но не критическое. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе отрицают, что неприятный запах связан с их предприятием. Уверяют, сверхнормативных, аварийных и залповых выбросов вредных веществ КНПЗ не производила. Цитата. «Фактов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено». Меж тем, эксперты говорят, небольшое превышение сероводорода в воздухе человеку и экологии серьезного вреда не причинит, но может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями легких и сосудов, аллергиков, астматиков и гипертоников. Специалисты советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и ждать, пока воздух не очистится от скоплений опасных веществ. Что и произошло после полудня. Резкий запах над городом почти выветрился. Этому поспособствовал атмосферный фронт, который надвигается на Самару. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Благоустройство Самары стало главной темой встречи губернатора Николая Меркушкина с неравнодушными горожанами, учителями, врачами и руководителями учреждений культуры. Впервые встреча проходила в таком расширенном формате. Среди поднятых тем были и подготовка к чемпионату мира по футболу, и реформа местного самоуправления. Марина Кравцова продолжит. Родной город – это и есть дом, и каждый житель может сделать его еще лучше. В последние годы Самара меняется кардинально. Строят новые школы и детские сады, спортивные комплексы, ремонтируют дороги и фасады домов. Город готовится принять чемпионат мира по футболу. Много работы предстоит в этом году. Но все это не ради одного события – преобразования, вклад в будущее жителей региона. И это вопрос к чемпионату мира, и в принципе не только к чемпионату мира. Это просто надо нам самим. Это будет потом работать, и я уверен, будет работать навсегда. Благоустройство Самары не ограничивается основными улицами и гостевыми маршрутами, подчеркнул губернатор Николай Меркушкин на встрече с учителями, врачами и творческим сообществом. Совершенно иной вид должны иметь и отдаленные уголки города, простые дворы и подъезды. И поучаствовать в этом может каждый неравнодушный горожанин. А проводниками между людьми и властью станут активисты в каждом микрорайоне. Подъезды, дворы, еще какие-то вещи, связанные в каждом конкретном случае, чтобы эти люди могли мобилизовать других, объяснить другим, объяснить другим и поднять на решение тех задач, которые зависят от самих людей. Мы в свою очередь будем, насколько можем, помогать финансами. Первым этапом такой совместной работы станет весенняя уборка города. Жители Самары могут помочь создать комфортную, красивую среду вокруг собственных домов. В первую очередь для самих себя, своих детей и внуков. Кроме того, есть инициатива, что те дворы, где люди наиболее активны, власти будут и дополнительно благоустраивать. Сложность в том, что все преобразования приходится проводить в непростых экономических условиях. Региональное правительство сильно сократило собственные расходы. А в сфере социальной помощи в первую очередь поддержку оказывают тем жителям региона, кому она действительно необходима. Выплаты теперь осуществляют по главным принципам адресности и нуждаемости. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня в 6 утра в Самаре на дороге погиб человек. Авария со смертельным исходом произошла на улице Аврора между улицей Балаковской и Яским переулком. Водитель автомобиля Лада Калина сбил пешехода, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель не смог экстренно затормозить. Даже после наезда на человека он проехал более 30 метров. Удар был такой силы, что на левом крыле машины остались вмятины. Пешеход погиб на месте до прибытия скорой. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Ночью в Куйбышевском районе Самара в горящем автомобиле едва не погиб человек. Загорелся автомобиль на улице Бакинская, где обычно паркуются таксисты. Прохожие заметили, что в машине, которая начала дымиться, спит мужчина. Его успели разбудить и вытащить из автомобиля, после чего произошел взрыв. На место возгорания прибыли пожарные и скорая помощь. По предварительным данным, в машине произошло два взрыва. Сначала газового баллона, а потом бензобака. В Самаре 14 февраля проведут дополнительное распределение свободных мест в детсадах. Родителям рекомендую до этого времени проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе. Для этого можно пройти по ссылке на экране. В случае обнаружения в заявлении неточностей и устаревших сведений, нужно обратиться в МФЦ для внесения изменений. Информация об имеющихся свободных местах в детсадах будет размещена на сайте Департамента образования администрации городского округа Самара в разделе новости. Выездная налоговая приемная будет работать в Самаре в субботу 11 февраля в микрорайоне Ботанический. Получить консультацию можно будет с 11 до 14 часов. Напомним, с января текущего года два раза в месяц по субботам в городе работают мобильные офисы. С их помощью можно решить любой вопрос. От оплаты налогов и задолженности по ним в режиме онлайн, до подачи налоговой декларации для получения вычета. В Самаре работает антинаркотическая горячая линия. Если вы знаете, где изготавливают наркотики или торгуют ими, сообщите по телефону горячей линии, которую вы видите на экране. Также сообщить информацию можно по телефону доверия ГУМВД России по Самарской области. Откровенно о себе и своей жизни в стихах. Актриса театра и кино Юлия Рудберг дала филармонии концерт «Послушайте». Народная артистка России выступила с программой из стихов Пушкина, Ахматова и Бродского и других русских поэтов. На творческом вечере вдохновлялась и Марина Матвейшина. Черный рояль на сцене, черный смокинг на актрисе, французские романсы и русская поэзия. Ничего лишнего и отвлекающего. Все вместе создает потрясающую энергетику в зале, которую ощущаешь кожей. Каждое стихотворение как маленький спектакль. «Кто вы такие? Мы листья, 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 они в ответ зашелестели. Мечтали мы о пейзажести, но руки, что держали кисти, нас полюбить не захотели. Мы улетели, улетели». Концерт «Послушайте» проходит в филармонии. Актриса театра и кино Юлия Рудберг читает любимые стихи, обнажая перед зрителем душу. Стихи – это вообще интимные, потому что это мысли человека. Вряд ли меня можно назвать чтецом. Я все-таки на дуде игрец больше. Я не формальный, как сказать, не в формате, вернее так, просто чтение стихов. Я параллельно рассказываю о своей жизни, и это только те стихи, которые в воле случая, в воле судеб остались в моей жизни, и такой красной нитью идут. Поэтическое настроение захватывает настолько, что уже в антракте вдохновленная публика читает свои любимые стихи. Все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка – все начинается с любви. Все начинается с любви. Я это точно знаю. И даже ненависть – родная и вечная сестра любви. С поэтической программой актриса Юлия Рудберг приезжает в Самару не в первый раз и обещает – не в последний. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Все начинается с «Зенита». Известный самарский фотограф Валерий Афанасьев сегодня презентовал выставку «Начало». Десять лет творчества он объединил в 30 черно-белых снимках на пленочный фотоаппарат. Многие из них уже пожелтели от времени, но в этом, считает автор, главная особенность – старые фотографии прекрасны в своем несовершенстве. Духом 80-х прониклась и Валерия Макарова. С этого кадра началось мое увлечение фотографией. Я, съездив в Германию и Словакию по туристической путевке, захватил с собой просьбку «Зенит», сфотографировал там две-три пленочки, приехал, проявил, отпечатал, мне понравилось. Фотография и музыка всегда боролись друг с другом в жизни Валерия Афанасьева. Победило все же фотоискусство. Ему Афанасьев посвятил 35 лет. И сегодня фотограф вспоминает, как все начиналось. На выставке собраны оригинальные снимки с 82-го по 92-й. Никакой ретуши или оцифровки. Дух того времени на пожелтевшие от возраста фотобумаги. Прекрасная черно-белая фотография, тем более. В ней есть дух времени, есть философия какая-то, объекта. Если портрет, то человек какая-то, философия передается. То есть цвета не отвлекает от глубины содержания. Другой была аппаратура, и, конечно, фотография тоже была другой. Сегодня, чтобы сделать вот такой снимок, уйдет не меньше сотни кадров. Пленка такой роскоши не позволит, поэтому дублей было около 20. Вспышки были обычные, советские, фил 106-ые. То есть все очень просто было. Мы модель поливали, у меня ассистент поливал из ведра. И самая сложность была, чтобы модель сохраняла спокойствие. Когда на тебя льют ведро воды, спокойно быть достаточно сложно. На фото-выставке «Начало» собраны фотографии из нескольких циклов, наиболее важных для автора. Так, серия «Поцелуй с тенью» получила медаль на конкурсе в Италии в 1995 году. Увидеть снимки вживую и поностальгировать об ушедшей эпохе можно до конца февраля в Доме журналиста. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какими сегодняшними событиями заинтересовались наши журналисты. И юной электронике в Самаре проходит соревнование по робототехнике среди малышей детсадов. Чем силен слабый пол, в Самаре выбрали женщину года. И вновь нужен нам берег турецкий. В Самаре сегодня спорят о перспективных туристических направлениях. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok